Эти чудо-корпуса снимаешь, да? Да. Вот, это два супер-мега-гиганта, в которых можно собрать супер-пупер-компы. Итак, первый супер-гигант это Cooler Master Cosmos 2. Второй супер-гигант вышел совсем недавно, называется Corsair Obsidian 900D. Первый на момент начала октября 2013 года стоит 17 800 в магазине Expert. Этот стоит 12 200, то есть разница между ними приблизительно 5000. На первый взгляд Corsair выглядит чуть попроще, у него нет таких модных фишек, как крышки с автодоводкой, сенсорные панели или алюминиевые стенки. Ну, за счет этого, в принципе, и получается экономия. Но опытные сборщики говорят, что, например, в этом корпусе собирать супер-систему с водяным охлаждением круче. Намного удобнее, поскольку, якобы, этот корпус не совсем предназначен, плохо предназначен для сборок супер-супер водяных систем охлаждения. Так, в этом корпусе у нас есть боковое окно, которое можно видеть, я сейчас разверну. Да, вы можете видеть меня, специально устал, чтобы сравнили размеры корпуса. Мой рост 1,80 м, можете оценить габариты. Вот рядом с ним вот так вот выглядит обычный мини-ITX корпус или обычный миди-тауэр, который такого размера корпуса стоят почти у канадов. Вот, кстати, еще один маленький брат, кулер-мастер Шторм. Вот так вот он мелко выглядит по сравнению с ними. Зал, он тоже самое, тоже очень маленький по сравнению с этими гигантами. Наверху у этой штуки есть огромный пылевой фильтр. И, видимо, отсеки под установку, в основном, наверное, радиаторов водяных систем охлаждения, таких как Corsair H100, например. Сюда можно, наверное, собачить полностью радиатор, полностью он будет поддерживаться. Зато здесь у вас есть алюминиевые стенки, пылевые фильтры везде, мега-агрессивный дизайн, панели сенсорные с автодоводкой, а-ля Lamborghini. Ну и все в этом роде. А зато здесь у вас есть, если сейчас будет заметно, беру эту рабочую. Таковое окно. Да, на столе не разворачивается. Не хватает у нас стола. Вот такое боковое окошко. Можешь поближе показать, чтобы сидеть. Немного харды захватывает, немного привода. Огромное пространство под установку нескольких видеокарт. То есть с охлаждением все в порядке будет в этом корпусе. Две-три видеокарты отлично здесь будут себя чувствовать. Сейчас покажем. Космос 2. Господи, не вмещается листок. Вот, мы вам показали сбоку Корсар 900D. В основном сталь. Передняя стенка похожа на алюминий тоже. Либо пластик, да скорее всего пластик. Теперь Космос 2. Вот, можете посмотреть, как он выглядит из-близи. Шлифованный алюминий. Звучит он, правда, как пластик. Но я думаю, это из-за перфорированной прокладки. И вот, можете сразу наглядно посмотреть, что такое шлифованный алюминий. Как он собирает отпечатки. Очень здорово, кстати. Вот так вот он сбоку выглядит. Вот эти рога такие агрессивные. Вот, вы посмотрели два суперкорпуса. Покупайте у нас в X5.